Ирдули, вы у нас инженер больших данных, специалист по обладке данных, кто только не вы. С фондом Есенова вас связывает Есенов Data Lab, где частично вы вот эту квалификацию приобрели. Расскажите, наверное, о том, как вы участвовали в конкурсе и каково обучение, то есть что вам там запомнило, что было ярким, что было вау, супер. Там были прям супер лекторы, а после обучения все стало по полочкам и в дальнейшей работе, я дальше работал на распознание речи, я мог оптимально выбрать алгоритмы. И вообще это прям заметно дало буст нашей модели после Data Lab. А вы обучались, то есть в Есенов Data Lab вы обучались оффлайн, то есть вы с живыми преподавателями общались, а у вас есть также опыт обучения в онлайн. Вот мне интересно, а вот сравните, если все-таки вот для вас лично, где эффективность выше, что лучше, что интереснее, оффлайн или онлайн обучение вот конкретно по вашей специальности. Есенов Data Lab, когда мы проходили в 2019 году, Есенов Foundation позвал команду Big Data Team. И это, наверное, это были лучшие две недели обучения и самые продуктивные. И всем абсолютно понравилось, у всех были восторженные отзывы. И вот сейчас мы записались с другими выпускниками на их курс по Big Data Engineering. Разница с онлайном, что в онлайне ты менее продуктивен, ты чаще отвлекаешься, потому что там мы могли весь день обучаться, и это все очень быстро шло. Я был в шоке от себя даже сам. А в онлайне как-то более размеренно. Хорошо. А прошли вы Есенов Data Lab, и как потом получилось так, что вы оказались в Booking.com, причем не на аутсорсе, вернее, не на удаленке, а, собственно, в офисе в Амстердаме? Как это случилось? Все началось с того, что когда я заканчивал магистратуру, я решил заняться машинообучением в сфере распознавания речи. Тогда не было вообще распознавания речи на казахском, и к концу магистратуры вышла какая-то модель. Это работа над компанией, мы сделали бартер, они мне помогают собирать данные, и я обучаю им модель. Далее я продолжил работать, далее участвовал в Есенов Даталаб, и весь этот процесс, когда собирали данные, тренировали модели, он включал в себя сборы больших данных с различных источников. И так получилось, что невольно я стал и частично дата-инженером, когда собирал все эти данные, обрабатывал. В то время мне больше казалось, что я как будто Python-девелопер, но потом меня позвала компания PlayRx на работу, и они сказали, зовем тебя на дата-инженер работы. Смотрю по вакансии, вроде подхожу, но какой дата-инженер, я вроде Python-рабочек. Попробовал, прошел, проработал там, посмотрел, в принципе, то, что я делал все это время, когда была дата-инженерия. И во второй половине 2022 года в стартапе, который распознанием речи связан, встал вопрос о моей доле. Мы не договорились с руководителями, и я подал в крупные компании на позиции Data Science и Data Engineer, так как я примерно более-менее в двух сферах разбирался. Получается, из всех компаний мне ответили только две, это Microsoft и Booking. А как вас выбрали и почему 200 стран мира? В Казахстане огромное количество айтишников и, в частности, в области Data Science. Почему выбрали именно вас, как вы считаете? Тем более на работу с переездом в Амсердам. Я прошел интервью, да, там несколько этапов. Первый этап – это с HR, говорите в целом. Потом второй этап – это проходите такое техническое интервью, где решаете алгоритмы и структуру данных. Третий этап – это дизайнить систему, в моем случае база данных. И четвертое – это вы разговариваете уже с менеджерами насчет cultural fit, насколько вы подходите к комьюнити, насколько у вас совпадают цели в жизни, интересы. Вопросы были несложные. Ердовлет, а сейчас работаю там уже семь месяцев, да? Да, семь. Семь месяцев. Чем отличается культура? Что для себя вы выносите оттуда? Что вызывает восторг, я не знаю, что вам нравится там очень сильно, работая в коллективе? Это отношение к сотрудникам и отношение людей внутри команды, между собой. Все понимают тебя, там нет такой проблемы, что если я что-то не получу, если ты ошибся, все понимают, что мы люди и можем допускать ошибку. И все знают, что если ты ошибся, скорее всего это не только твоя ошибка, а все команды, которые, того, кто принимал эту задачу, того, кто назначал эту задачу. Везде работают люди, нет никаких роботов или каких-то сверхлюдей, которые тянут до собой прогресс. Это все люди и просто, когда они совместно находят общий язык, у них все получается. И коротко о своих планах на ближайшие годы. Вот, не знаю, сколько вы планируете поработать с ними, куда дальше, что? Есть какие-то идеи? Поработать, наверное, около года или полутора, чтобы полностью понять, как все работает в крупных компаниях. Научившись этому, мне бы хотелось обратно сейчас спуститься вниз и уже пойти по дорожке, которая мне более ясна. И что это за дорожка? Как вариант стартап, идей на самом деле много, но я думаю прорываться в течение этого года. Пока что это все смутно. Ну понятно, ну то есть стартап, я, главное, хотел понять, чем вы собираетесь заняться дальше, то есть не сидеть до пенсии в букинге, а как-то развиваться. И мы с казахами вам садами сейчас встречаемся и иногда, когда обсуждаем это, знаете, в Европе как больше социализм, work-life balance, но я не против того, чтобы работать жестко, как в США или в других странах, где прям нужно сильно пахать, просто чтобы научиться как можно большему, хотя бы на короткое промежуткое время. Ну и все-таки время на какие-то увлечения у вас, наверное, есть и там? Походы в горы. И Амстердам это худшая страна для хайкинга. Она, наверное, самая плоская страна в мире. Более того, даже ниже уровня моря. Точно она и называется, особенно Пейба, как бы одно из названий. Там просто пешком гуляем, в основном, в парках, очень красивые парки. И любим играть настольные игры. И сейчас начал играть на гитаре. И последнее, наверное, все-таки, что вы можете посоветовать людям, которые вот синдром самозванца испытывают, не уверены в себе, перед которыми есть такие возможности, но они их не используют, подать заявку, неважно, конкурс это или новое рабочее место? Ну, по-моему, ничего не помогает преодолеть этого страха или побороть уверенность как практика. И если чувствуешь себя неуверенно и думаешь, что не пройдешь в эту компанию, то просто начни проходить интервью в любые компании. У меня примерно так и было. Я, наверное, за год прошел штук 20 с интервью. И, наверное, может, первые три были с отказами, но дальше в основном были только положительные ответы. Вы уже отказывались от них? Да, такое часто было. Даже когда booking проходил, то я пошел туда и еще в одну компанию и на удаленку выбрал booking. Спасибо огромное. Было интересно все узнать. Удачи вам. Пусть будет там все супер. Спасибо. Сложится все пусть так, как вы хотите, потому что было бы интересно увидеть, что вы здесь можете предложить, какой стартап вы там задумали. Вот это интересно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.